Убрать пивточки с первых этажей жилых зданий. Это предложение депутатов горсовета. Они объясняют, жители разных районов регулярно жалуются на пивные магазины в домах. Но ни полицейские, ни сотрудники администрации на местах навести порядок не могут. Светлана Овсянникова разбиралась, реально ли выселить алкоточки из многоэтажек. Извините, здесь все заплевано, здесь все загажено. Приезжает весь криминальный мир этого района, собирается только в этой пивнушке. Дети со школы идут, они стоят здесь, представьте, да? Тут или там? Как им смотреть? Куда смотреть? Шум, ругань, разборки. На все это жители дома по адресу Солнечная, 8 смотрят с марта. Именно тогда здесь открылась пивточка. С тех пор покой хозяевам квартир только снится. Алкоголям тут торгуют даже ночью, обращения в полицию не помогают. Они приедут, закроют, сфотографируют, что они это, эта вся компания за дом зашла, полиция уехала, так расходитесь. Они хорошо-хорошо, полиция уехала, они опять же сюда все. Депутат городского совета Елена Курамшина выход из ситуации видит один. Запретить подобным магазинам открываться на законодательном уровне. Предлагает сначала выйти с инициативой на мэра, а после и на краевые власти. И даже в центре города, понимаете, они находятся, и в центре города в этом беда. В центре города они находятся, мы с вами проезжаем по маршрутам универсиады, эти пивные маркеты на маршрутах универсиады. Тот факт, что пивточек в Красноярске немало, подтверждают и данные компании Дубльгиз. Так, по информации компании Дубльгиз, всего в нашем городе 688 магазинов разливного пива. А вот, к примеру, тех же аптек, которые тоже обычно располагаются на первых этажах зданий, на 52 меньше. Всего 636. Это все крафтовое пиво, везем его со всей России. Свой магазин в Студгородке Максим Флеров открыл 10 дней назад. Рассказывает, продажи идут неплохо. Кто-то приходит за дорогим заграничным производителем, кто-то за местным подешевле. Начинающий бизнесмен уверен, нужно прививать людям к культуру питья. А значит, не выселять пивные магазины из многоэтажек, а строго следить, чтобы закрывались они не позднее 11 вечера. Каждый магазин ориентируется на своего какого-то покупателя, на свой ценовой сегмент, на свое качество. И, конечно, те магазины, которые продают пиво по 40 рублей, то к ним и идут люди, которые могут себе такое-то позволить. И, скорее всего, они потом будут именно буянить там и выходить на улицу. На хранении пива хранится при температуре минус 1 градус. Тем временем местные производители пива откровенно говорят об убытках. У них, в отличие от федеральных сетей, качество продукта, как правило, выше и сдержки больше. Небольшие пивточки – основной рынок сбыта. Если их закроют, придется делать квас. Альтернатива. Где тогда реализовывать продукцию предприятиям краевым, которые производят данный вид продукции? С федеральными сетями все понятно. Где реализовывать продукцию нам, краевым? Непонятно. Стоит отметить, что выселить пивточки с первых этажей еще в 2014 году пытались депутаты Госдумы. С тех пор проблему регулярно обсуждают в разных регионах. Но вот решить, что важнее – тишина для жителей многоэтажек или деньги для малого и среднего бизнеса? Пока не могут.